О каком зонде идет речь? Voyager 2 – это активный космический зонд, запущенный NASA 20 августа 1977 года в рамках программы Voyager 2 для исследований дальних планет Солнечной системы. Это первый и единственный космический аппарат, достигший Урана в январе 1986 года и Нептуна в августе 1989 года. Voyager 2 более 25 лет удерживал рекорд по дальности достигнутого и изученного объекта Солнечной системы, пока его не превзошел космический зонд «Новые горизонты», который в июле 2015 года достиг Плутона. Куда он летал? Voyager 2 стартовал 20 августа 1977 года, то есть 43 года назад. Миссия Voyager 2 первоначально включала изучение только Юпитера и Сатурна, а также их спутников. Траектория полета также предусматривала возможность пролета мимо Урана и Нептуна, которая была успешно реализована. За это время аппарат успел посетить, 9 июля 1979 года, максимальное сближение с Юпитером – 71,4 тысячи километров. Voyager 2 близко подошел к Европе и Ганимеду, галилеевым спутникам, не исследованным ранее, Voyager 1. Переданные снимки позволили выдвинуть гипотезу о существовании жидкого океана под поверхностью Европы. 25 августа 1981 года, максимальное сближение с Сатурном – 101 тысяча километров. 24 января 1986 года, максимальное сближение с Ураном – 81,5 тысяча километров. Аппарат передал на Землю тысячи снимков Урана, его спутников и колец. Благодаря этим фотографиям ученые обнаружили два новых кольца и исследовали 9 уже известных. Помимо этого, были обнаружены 11 новых спутников Урана. 24 августа 1989 года, аппарат пролетел в 48 тысяч километров от поверхности Нептуна. Были получены уникальные снимки Нептуна и его крупного спутника Тритона. На Тритоне были обнаружены действующие гейзеры, что было очень неожиданным для удаленного от Солнца и холодного спутника. 4 ноября 2011 года была послана команда переключения на запасной набор двигателей системы ориентации. Через 10 дней получено подтверждение о переключении. Это позволит аппарату проработать еще не менее 10 лет. 10 декабря 2018 года НАСА подтвердило, что Voyager 2 преодолел гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство. Зонд остается в пределах Солнечной системы, гравитационная граница которой находится за внешним краем. Облака Аорта – совокупности небольших объектов под гравитационным влиянием Солнца. 2 ноября 2019 года НАСА сообщило о готовности к публикации данных, полученных космическим аппаратом в межзвездной среде. 4 ноября 2019 года в журнале Nature Astronomy вышли пять статей, каждая из которых описывает результаты с одного из пяти приборов Voyager 2, детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц в различных энергетических диапазонах и двух приборов для изучения плазмы, газа, состоящего из заряженных частиц. Что с ним сейчас? Второй аппарат, Voyager 2, покинул пределы гелиосферы гораздо позже, в декабре 2018 года. Его выход в межзвездную среду стал заметно более важным событием для ученых, поскольку благодаря этому они с помощью приборов Voyager 2 впервые смогли измерить свойства межзвездной среды. Однако в марте этого года миссия столкнулась с еще одной сложностью, на Земле есть всего три антенны дальней космической связи, которые могут работать с аппаратами Voyager. Одну из них, DSS-43, отключили еще в прошлом году для капитального обновления. Эта 70-метровая тарелка была отключена в середине марта для ремонта и апгрейда. Из-за этого ученые не могли отправлять на Voyager 2 команды, так как мощности для того, чтобы поддерживать с ним связь, было достаточно только у DSS-43. Другие антенны, установленные в Испании и Калифорнии, могут только принимать сигналы с Voyager 2 в силу особенностей траектории его полета и большой дистанции от Земли. Ученые могли лишь получать определенную информацию от космического аппарата, но не отсылать управляющие команды. Из-за большого количества сбоев и проблем с аппаратурой миссия была под угрозой. Недавно инженеры НАСА частично включили DSS-43, после чего ученые попытались отправить набор команд на Voyager 2. 29 октября во время пробного включения DSS-43 специалисты установили связь с зондом Voyager 2. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.